здравствуй дорогие горыду 26 марта я сеял перцы они у нас зашли 2 апреля вот сейчас они выглядят вот так вот рассада перцев и баклажан и их надо уже пикировать баклажаны даже уже вот первый сорт перерастает то есть надо пикировать второй сорт тоже уже настоящие листочки появились у перцев как мы видим тоже появляется настоящий листочек вот именно в этот период их надо пикировать их не надо дожидаться когда они будут уже большими я уже про это снимал раньше видел что в таком вот возрасте самое лучше пикировать перцев они лучше переживаются и сейчас прежде чем пикировать мы конечно должны подготовить грунт который мы будем высаживать наши перцы перцы я буду вот они вот такого размера и по моему около наверно 0 7 литра 0708 литра вот горшочки понятно что внизу горшков есть дренажные отверстия но это рассадные горшки как специальные рассадные горшки в последнее время я именно ими пользуюсь очень хорошо и теперь мы готовим грунт грунт в этом году я использую star mix вот у меня остался вот мешок то есть я всегда пользуюсь последнее время профессиональными грунтами то есть это вот таких больших типах они 250 литровые типа вот в этом году вот scar mix в том году я агробалт пользовался в принципе тоже хороший торф но рекомендовали немножко вот этот чем он чуть-чуть получше потому что в него по сравнению с агробалтом добавлены еще смачиватель торфа торф как вы знаете не всегда хорошо смачивается то есть он должен впитывать влагу а когда он высохнет его не так-то просто смочить можно иногда поливать и вся вода проливается сквозь стаканчик если тем более есть дренажные отверстия она вся вниз выливается есть не смачиватель и в нем уже добавлен агроперлит и в принципе вермикулит тогда можно не добавлять потому что в каждый грунт я добавляю вермикулит также в этом грунте уже есть на первое время все необходимые элементы питания в принципе для рассады они довольно-таки неплохие микроэлементы все есть и железо и цинк и бор и так далее вот понятное дело что он уже раскислен до определенной нормы в основном раскисление идет 5 и 5 6 вот так торфы раскисляется и что я в него добавим я в него добавил белгумус я приобретаю тоже ну поскольку меня объемы большие я все приобретать большими мешками вот был гумс 25 килограмм это блин пик фирма то есть она находится недалеко от нас и мы поэтому ездим прямо на саму фирму то есть для него производят заранее заказываем и прямо едем к ним на производство это получается подешевле и как бы берем не прям вот 20 килограмм и мешками а так расспособки есть конечно гораздо мельче и все у них производство тоже неплохое поэтому много лет я беру именно белгумус только там и как бы всегда доволен хотя по цене может быть он иногда может быть и подороже чем другую но дело не вы что сколько белгумус и я добавляю вот сейчас я уже его как бы смешал вот он можно посмотреть что вот эти белые вкрапления это агро перлит который был уже в торфе у нас скар микси и белгумус суда у нас добавлен 10 процентов я мешаю с помощью вот в таком баке тоже удобно конечно бак это все строительные баки их используют для тоже смешивания смеси всяких и строительные миксеры тоже очень удобно можно дрель использовать можно использовать шуруповерт вот у меня на данный момент шуруповерт таким вот образом можно хорошо промешать грунт в это время мы его увлажняем обязательно потому что он реализуется очень сухим чтобы типа были легкими что транспортировка была дешевой о ночи сухой и перед тем как его набивать ими горшки его понятное дело надо уложить частично влагу я сюда добавил и последний такой штрих который я всегда использую вот что я не делаю для грунта в котором у меня сеются сеянцы а в грунт который я пикирую я уже обязательно делаю я добавляю триходермин он может быть разных ферм у меня сухой вот триходермин то есть это на основе триходерма грибка их есть разные производители неважно производить главное конечно желательно чтобы было надежно такие крупные конторы которые долго этим занимаются у которых хорошие лаборатории которые вот именно проверяет качество своего товара и которые работают для будем говорить уже крупных производителей для фермеров у них есть большие вот объемы для фермеров а фермеры и крупные производства конечно некачественный товар покупать не будут потому что кота в мешке извините у них все рассчитано на то чтобы это все работало иначе они будут прогорать стараюсь покупать вот у таких вот организаций но конечно у них всегда есть объемы маленькие для огородников вот 3 грамм вот всего пакетик сколько я кладу я в среднем на ведро грунта вот пол чайной ложечки от пол до одной чайной ложки на ведро грунт вот у меня здесь 6 ведер вот я могу положить даже пару чайных ложек вполне будет достаточно вот сначала разводим в воде даем немножко постоять это все вода должна быть комнатной температуры то есть она не должна быть ни в коем случае горячий там теплый больше там 40 там градусов и далее то есть у нас грибок просто сварится но и не должна быть ледяной где-то комнатной температуры 25 градусов нормальная такая водичка может быть чуть потеплее вот около 30 все мы разводим он немножко сейчас легко причем разводится можно развести чуть заранее я в принципе развожу и сразу увлажняю вот это сделать можно как можно я иногда делаю даже перед самим пикированием а иногда делаю за день до пикирования все зависит от того то есть какие объемы то есть по времени тогда в принципе он потом и в горшке начинает понятно что здесь самого грибка нет будем говорить здесь только споры его и чтобы споры превратились грибок он должен прорасти то есть произойти определенное время обычно рекомендует за двое суток до будем говорить в грунт его поместить но я иногда и делаю сразу пикирую и эти двое суток он в принципе в грунте есть и самый этот грибок раз поскольку грунт влажный то скоро уже тоже начинает прорастать и в принципе он начинает работать для чего это делается поскольку мы добавляли биогомус торф будем считать что у нас стерильный и ничего у нас там быть не может но биогомус у нас делается из вот так у гримпик это навоз крупно-рогатого скота то есть я видел их производства я там был не один раз на производстве как они производят все прекрасно но все равно в навозе понятно могут быть какие-то нежелательные такие патогены которые в принципе могут на рассаду на нашу как-то повлиять хотя беру при том когда делается биогомус черви перерабатывают и в основном патогенов как бы они даже если и были в навозе то они потом с помощью червя все уничтожаются и большинство то здесь полезных бактерий конечно в биогомус и получается что у нас уже наш будем говорить наш грунт он становится живым и с помощью триходермы и мы еще больше его оживляем чтобы триходермы как бы заселила у нас все равно этот грунт и вообще патогенам не дала никакого шанса чтобы никакой черной ножки у нас не было никаких вот таких заболеваний все что связано с почвой в этого не было вот мы уложили и понятное дело что мы теперь сейчас я его как следует промешаю с помощью опять же миксера и все и в грунт у меня будет готов и мы тогда уже через какое-то время приступим обязательно пикирование баклажанов и перцев так настало время уже пикировать перцы грунтом про который мы только что рассказали мы заправили ножки что я делаю вот таким черенком отрыхлилки делаю отверстие вот до самого дна вот таким вот образом я сделал фактически уже сейчас в каждом рассадном горшке отверстие получается довольно-таки большие чему именно большие раньше я делал типа карандашом или ручкой но приходилось их как бы расширять и решил что надо просто большим черенком вот именно не маленькие отверстие почему потому что мы сейчас начнем извлекать наши сеянцы именно с мочкой с корневой и желательно чтобы там было даже часть грунта которые здесь есть торфогрунт сеянцы как можно посмотреть нас вот в таком вот виде начинают настоящие листочки вот поэтому еще корневая она с одной стороны не успела быть очень большой а с другой стороны уже в принципе и не такой уж и маленькой он она пока даже не очень извлекается но вот так вот сейчас мы делаем он смотрите оказывается корневая это какая вроде бы только-только начинает настоящий листочек а корневая громадная и вот это вот весь грунт и корневая должна у нас как бы утонуть уйти то есть если у нас не будет такого большого отверстия то мы как-то будем чем-то продавливать это делать то это не очень здорово здесь же мы опускаем берем за листочка можно и все и у нас видите он опустился довольно-таки то глубоко если уж чуть-чуть можно чуть-чуть под поправить не больше дальше что мы делаем обязательно увлажняем это место нас корневая должна быть сейчас влажным и уплотняем грунт вот здесь немножко присыпаем что называется у перцев здесь у нас довольно-таки вытянулся под семейдольное колено его заглублять вот на всю глубину нежелательно конечно можно если оно небольшое у нас вот перцы довольно-таки госты здесь стоят да если были бы редко и плюс теплая погода была и под семейдольное колено оно конечно вытянулось если я по самые самые заглублю то у меня может перегнуть вот здесь корневая шейка вот особенно если будет уж слишком влага вот здесь вот большая из и грунт какой-то у кого-то не очень хороший но у меня грунт замечательный и в принципе вот так вот сантиметрик мы оставляем и все вот таким вот образом у нас идет распикировка перцев всего и мы так вот по одному аккуратненько изымаем вместе с корнями уловить это что это такое такая что значит опять же грунт вот я вам говорил да вот грунт очень большое значение имеет в нем был вермикулит конечно он влияет на рост корней вот пожалуйста вам такая шикарная корневая система хотя здесь и только-только начал я думал тут будет буквально один-два крышечка нет корневая уже просто замечательно и вот ее всю надо конечно такую корневую поместить вот в это отверстие большой поэтому она и широкая можно чуть-чуть углубить поправить но буквально чуть-чуть вот когда мы поливаем вот в этот момент еще корешки все расправляются все они как бы получаются увлажненными дополнительно и аккуратненько здесь не надо давить здесь просто вот так вот аккуратненько прижать чтобы он просто стоял не падал все потому что где корневая длинная шейка тут должен быть хороший доступ воздуха и ни в коем случае не должна напряжаться так что чтобы пережала ся она какая пишет и чтобы была очень увлажненная нет просто мы чуть-чуть аккуратненько землю все и у нас сейчас работают внутри корешки здесь еще и боковые корешки они появятся конечно но они очень долгое время появляется у перца поэтому у них вот такой прием как подсыпка в принципе я никогда не использую потому что очень редко на некоторых сортах вообще придаточные корни не образуется особенно если они выше семидольных листьев выше семидольных листьев подсыпать вообще у перцев не рекомендуется никогда ничего сейчас я распикировываю перец под сортом нижегородец сажая его уже достаточно большое количество лет никогда не подводит по урожайности нравится мне замечательный сорт поэтому от него отказываться не собираюсь даже в пользу никаких гибридов сорт просто замечательный и всегда показывает хороший урожай все перцы я сейчас распикирую этого сорта а на этом сегодня все до свидания до скорых встреч